Доброе утро Полтава Убираем урны по городу, вывозим негабрит, то что систематически наши жители города оставляют под мусорными баками, то есть работа нашего городского сметезвалища, как бы... Сметезвалища тоже ваш аппарат? Да, тоже ваш аппарат. Скажите, выходные у вас вообще есть? Ну, по графику, как у каждого руководителя они есть, но бывают ли они, это уже вопрос времени, вопрос работы, вопрос загруженности, так как сейчас, грубо говоря, мы движемся уже в осенний период, в осенне-зимний, то есть у нас сейчас намного больше работы, потому что это листья, это те же самые сухие ветки, которые там обрезают. Ну, народ выносит, то есть это то, что остается с огородов, выносят там, ну, это все систематически. Только что иду, дворница подметает, 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 ветерок немного дунул, и там, где она подметала, все, листья, бах, она, ух! Я говорю, что, вот тоже по-новому пошло. Скажите, с какими сложностями в работе вот каждый день у вас, какие сложности бывают, либо не каждый день? Да, мы каждый день ездим, каждый день. Сложности в том, что систематика людей, они, как бы, не понимают то, что они платят, допустим, деньги за вывоз мусора, то, что вывозятся с контейнеров, это не оплата услуг коммунальных, те, что мы вывозим, как бы, негабриты, те, что они выносят, строительный мусор после ремонта, там, с огородов, ветки, ну, то есть весь, любой мусор какой-то. Я не раз замечал такую историю, вижу баки, ну, туда мусор вложат люди, все без вопросов, но за баками куча. Ну, то, что не влазит. То, что не влазит. Чаще всего это ветки огромные, какой-то, строительный мусор. Ну, что ж туда это не сунешь. Подъезжает, ну, по-видимому, ваша машина, да, все это загрузили люди, без вопросов, я хорошо к этому отношусь, чисто, все. Но через 3-5 часов вижу такую же самую кучу. Как часто ваши машины вывозят негабриты? Негабриты мы вывозим каждый день, каждый день, но то количество... Ну, с каждого места отдельно. Да, то количество просто техники, которые есть у нас в данный момент... А сколько их у вас? Ну, у нас, грубо говоря, 4 манипулятора, которые работают. 3-4 манипулятора, которые работают... Это на негабарит? Это чисто только на негабарит, которые работают в городе. И 5 самосвалов и 3 погрузчика, которые работают. Это вы только по городу, либо же... Это только по городу. Сколько финансово выражается ежедневная вывозка негабаритного мусора? Финансово тяжело это посчитать, потому что бывает, если сложные подъезды бывают, то есть люди бывают спланировать это в дворах, на площадках. По деньгам тяжело сказать, но не дешевое это удовольствие, то есть это для нас убыточный. Я почему вам задаю вопрос, много лет тому назад делал ремонт и выносили мусор, не успели вынести мусор, ну уже газель была заказана вывозить мусор, ко мне подошел инспектор, взял мои данные и меня штрафовали. За то, что я еще не успел, но предполагалось, что оно будет у меня лежать бог знает сколько. Сейчас делаются эти работы, все-таки инспектора есть эти, контролируют они эту ситуацию? Инспектора есть, да, есть система благоустроя, но система благоустроя, она как бы с тем количеством инспекторов, которые есть у них, я так понимаю, они просто не в состоянии, весь город, все те места, допустим, если у нас где-то в районе 560-563 майданчиков, это около 3 тысяч, где-то 2 900 контейнерных баков, те же стоят, то есть они просто физически, те инспектора, они физически просто не в состоянии обойти город, и поймать даже тех, да, тех людей. То есть мы как бы уже там пробно вешали таблички со штрафами, со всем остальным. Ну, у нас такой, наверное, людей, через менталитет, что они не все понимают, что мы же просто-напросто живем в одном городе, и там, где живем, там просто берем и гадим. Вот. У нас на КТП есть такая услуга, то есть можно заказать технику. Это дорого? Ну, это порядка, если для физлица это получается где-то в районе час, это грейферного парусчика и самосвал это в районе где-то 420 гривен. Это они подъехали, загрузили и увезли. И мусорка, это все уже входит сюда. Ну, там талон входит, ну, талон это, ну, там включается, то есть, ну... До 500 гривен можно спокойно вывезти? Да, до 500 гривен можно вывезти, да, одну машину. Вот. Если это для юридических организаций, это там, ну, чуть немножко больше, чем... Ну, это мы уже... Да, это там где-то 560-580 гривен. Скажите, пожалуйста, еще такое дело. Сей зимой, ну, из-за заснеженности, было бы довольно-таки проблематичный вопрос мусора. Готовы ли вы в эту зиму ходить? Нет. Потому что он знает, что на небо подарит. Понятно. Мы, конечно, как бы готовы... И почему были, да... То, что зависит от нас, ну, тут же зависит еще от тех служб, которые чистят эти дороги. То есть мы там, где могли, грубо говоря, там проезжали. Там, где могли, помогали своей техникой. Ну, у нас, как бы, город не маленький, и то количество, допустим... Ну, сразу вы там всем братство собрались? Да, то количество техники, которая есть, допустим. Застряла у нас машина, мы, это... Просто реально три машины, три трактора, которые у нас есть, мы, ну, ими не в состоянии даже, ну, грубо говоря, взять даже какую-то часть района и помогать этому району. Потому что... Из-за большой загруженности вы еще успеваете отдыхать? Как любите отдыхать? Расскажите, давайте немножко на принятии. Давайте немножко перейдем в такое. Отдыхать, стараюсь... Как отдыхать? Стараюсь отдыхать, если есть возможность уделять время семье. Потому что, как бы, сын уже взрослый, а дочь еще маленькая. То есть она, как бы, очень радуется, когда я там прихожу в восемь или девять или полчаса вечера домой. Она там бежит, кричит, папа. Часто такая радость у ребенка бывает? Ну, в такое время, каждый вечер, когда прихожу. Ну, когда приходят, а в часы... Кстати, извините, по поводу свинства. Да. Разбитая бутылка на нашем любимом месте, бички и все, с ума сойти. Молодежь нас отдыхает. Отдыхают, да. Вот так в центре города, кстати. Ну и ну. Да. Ну, в выходные дни, грубо говоря, в выходные дни стараюсь там вечером провести с семьей. То, что там хобби. Хобби, как бы, ну, играл в свое время, профессионально занимался волейболом. Люблю футбол играть. То есть, ну, как бы, не сидеть на одном месте. Еще есть хобби. Часто бывает такая возможность играть и въезжать? Ну, последний год не бегал, честно скажу. Последний год не бегал, честно скажу, потому что, ну, не хватает на все время. Ну, и сейчас планируем, уже, как бы, договорились там две команды. Вот. И будем, я думаю, что где-то середины месяца уже бегать. Восстанавливая, да, свои силы. Да. Потому что реально так времени хватает. Отпуск был в этом году? Отпуск у меня не был не в этом году. И отпуска у меня не было 6 лет перед этим. Перед этим я работал здесь. То есть, в отпуске 6 лет не был ни разу. Вот такая вот у нас легкая работа, получается. 6 лет я не был. И отпуск. И, как бы, ну, я понимаю, что в нашей коммунальной службе, ну, за отпуск сильно, как бы, думать нельзя. Потому что... Не поймешь, когда удобнее отпуск. Да, да. Телефон все равно включен 24 часа в сутки. Сейчас 3 минуты мы и уйдем. В любой момент, в любой момент могут вызвать... Да, без проблем. В любой момент могут вызвать, мало ли, какая ситуация. Ситуация, как может быть... Работают наши мастера чистоты. Спасибо им большое за то, что работают дворники, за то, что работаете вы. У меня одна просьба. Если есть такая возможность, сегодня я могу с вами проехаться, чтобы вы показали какие-то... По езду можем, конечно, проехаться. Есть такая возможность. Просто... А когда вы сегодня едете? Я объездиваю с 7 утра каждый день по городу. То есть я выбираю части города. То есть первое, это идет красная линия, там, где ездят наши автобусы, ездят наши троллейбусы. То есть там, где в основном наши жители, когда едут, они видят, что у нас проблем нет. Потому что это те места, которые... Постоянно мы убираем. А те места, которые уже там, где живут люди, это дворовые проезды, это все. Это вы сами понимаете прекрасно, что люди несут, несут, несут. И как бы, ну, я же говорю, это большая просьба просто к людям, чтобы они понимали, что коммунальная служба, она создана не для того, чтобы вывозить населению то, что там они сделали ремонт и все остальное. Коммунальная служба, она вывозит урны, те убирают, которые... Пытовой мусор. Да, вывозит тот мусор, который выбрасывают, то есть это пищевые там отходы, то, что мы можем там, ну, грубо говоря, мы его там, будем называть, будем утилизацией. Вы такой серьезный сегодня с утра, я не знаю. А мы каждый день серьезный. Да, мы каждый день серьезный. Да, мы каждый день серьезный. Может быть, у вас какие-то были интересные случаи по работе, которые вы случались за... Желательно смешные. Да, но забавные хотя. Случаи, знаете, бывают смешные. Случаи, когда, ну, то, что я говорил, что, грубо говоря, там не хватает техники, не хватает, там, этих же самых машин, которые, ас-машины, то, что откачивают фекалии. Вот, когда приходят пенсионеры, пенсионеры, это можно назвать человека дедушкой, который пришел 92 года. Вот, и просил, там, умолял, чтобы ему как-то вывезти эти фекалии, потому что, ну, когда у нас были там дожди, если вы помните время, это было у нас. Вот, эти все фекалии, все понимают прекрасно, что подземные воды поднимаются, и эти фекалии, если выходят под вод. Вот, то есть, как бы, у нас смешных вещей, как таковых, нет. У нас вещи такие, которые касаются, вот, ну, там, этих всех вопросов экологических, вот, чистоты нашего прекрасного города Полтавы, вот, то есть, у нас... А по поводу городской свалки, что-то планируется, мы слышали, там, вроде бы, перерабатывающий завод? Ну, смотрите, перерабатывающий завод, их, как таковых, перерабатывающих заводов в Украине, действующих нет. Как бы, я же, я на этой должности три месяца, то, что я там знаю, там, где я был, то этих перерабатывающих заводов нет. Есть там завод в Киеве, но это просто сортировочная линия, то есть, все равно тот объем, который, допустим, там, вывозится в городе Полтаве, в городе, там, Винница, там, городе, ну, любой город, возьми, Житомир, они просто не в состоянии переработать такое количество. Вот это, ну, это проблема, будем говорить, всей Украины, в том, что нету... У нас же, как бы, у нас, у нас она свалка, все называют ее полигоном, но у нас она свалка, и требования к свалке, к полигону совсем разные. Вот, совсем разные, то есть, эксплуатация, дальнейшая, там, переработка, это все, как бы, это все, все. Как бы, разные вещи. То, что мы делаем сейчас на нашей свалке, как бы, ну, стараемся сделать то, что можем, как бы, навести там порядки, облагородить ее немножко. Ну, то, что, как бы, ну, то, что нам позволяет финансы и наш бюджет предприятия, ну, стараемся. Зарплата стабильная у ваших работников? Зарплату, ну, стараемся выплачивать стабильно. Ну, есть какие-то периоды, что не успевают получить? Ну, пока тут нет. А с премиями? Нет. С премией, у нас премии пока договоры есть, но премии мы выплачиваем, потому что, ну, нет у нас денег, что-то, то есть, как бы, платить эту премию. Если бы у нас оно было дотационное, нам дотацию дает город. То есть, у нас своих денег, как таковых, то есть, город, спасибо депутатам, которые, там, такое предприятие не оставляют, там, не есть равнодушными, вот. То есть, мы как-то, грубо говоря, выживаем. У нас же тариф просто, тариф, у нас тот тариф, который есть в городе Полтавия, он самый низкий тариф в Украине. То есть, если там взять Кремячуху, у них тариф с жителя 12, там, 30, 80 или 12, 83, если я не ошибаюсь, у нас тариф с человека гривна 70. То есть, сами прекрасно понимаете, что, да, что мы не можем, мы не можем быть прибыльной организацией. Ну, что? Скажите, пожалуйста, в природухе, какую музыку любите слушать? Или даже в работу? Ой, музыку. Музыка, смотря, если едешь в дороге, вот, люблю музыку слушать какую-то веселую. Вот, если, допустим... Это веселые детские пения? Нет, детские пения, это когда дети в машине, то есть, как бы, они любят, да, что-то веселое это играло. Вот, а вообще, я люблю, ну, вот, там, на природе, если едем там где-то, то мне, как бы, ну, все, что больше касается такого, музыки. Старых, шансон какой-то, вот, там, ну, такие все песни, в основном. Дети, детям понятно, что детям что-то повеселее, там, им нужны, там... Что вы называете шансоном? Да, ну, все называем. Блокняк, либо же... Шансон есть, да, Шарль Азнавур, истинный шансон французский. А есть то, что... Ну, могу послушать, там, и можно послушать икруга, там, вот. О! Да, то есть, оно такое бывает задушевные песни, там, под, как бы, под настроение. Вот, допустим... В машине только есть радио, то есть, что будет, надо по радио слушать. Нет, сопровождение. Мы будем слушать вместе со зрителями, да. Ну, не знаю, честно говоря, не знаю. Что-то, что-то про город какой-то может быть веселый, какой-то, не знаю, ну, что-то надо подыскать. Какой-то про город, может, там... Что-то попсовое, я так подозреваю. Да, про город, что-то какую-то, да. Про Полтаву? Да, именно про Полтаву. Хорошо, для Полтава. Прожили тут, да. Прожили тут, я прожил с рождения здесь, то есть, любимый город, я его люблю, как бы, и, честно говоря... Полтаву невозможно, по-моему, не любить. Да. Сколько ездил, сколько везде, сколько знакомые приезжали, то, честно говоря, ну, Полтава всем нравится. Во-первых, небольшая, красивая, зеленая. Ну, просто... Ну, вот так, вот так, ты что-то хотела сказать? Кстати, вчерашний день у Светы закончился очень серьезно. Света наша боевая единица. Да нет, это было утром, пока выставили в Саше. Да? Пока загрузили, да. Но ты была к вечеру все равно расстроена. Свету устно пытались ударить молотком. Ну да, два раза угрожали эту пару. Видели, видели, видели. Попросим полтавчан, когда видите Свету, когда видите меня, не бойтесь, мы не всегда приходим с плохим. Они только нас, вообще людей. Все журналисты чаще всего приходят с хорошим. Света вчера пришла показать хорошее, что вот что-то хорошо делается, но ее как-то в штыки, в ножи приняли, это очень плохо. О погоде. Сегодня до 20 градусов, малооблачно, но к вечеру все равно дождь. Ну, что самое неприятное, на воскресенье высмотрел, я дождливый. Дожди, я звонила вчера к нашим синоптикам, сказали дожди. Кроме этого, отопительный сезон, предполагаю, что может начаться через, ну, под конец следующей недели, потому что 10-12 уже вот эта козночка 8 градусов. Я читал до конца месяца минус 10, обещают. Ну, возможно, но мне сказали вот минус 20 и через 3 дня, в принципе, по закону... Ой, плюс 8. Ты меня уже заговорил, Саша. Минус 10 плюс минус 10. Вот, так что вполне возможно, что уже придут холода. Не хотелось бы, конечно, с нашими тарифами таких холодов. Ну, ничего. Всем доброго утра, удачного дня. Красивой вам осень и позитивной. Сейчас я еду с Тарасом, сейчас мы смотрим, где-то что-то ищем. Но он, наверняка, знает, куда едем. Всем здоровья. То, что листья могут дворники сметать, а то, что все остальное, это же видно, там, цветы повыносили, с огородов пострывали, мешки, это со строймусором однозначно. Ну, это, чтобы было понятно, это в понедельник все здесь было убрано, убирали. То есть сейчас, грубо говоря, за полтора дня это все равно не стоит. В процентном соотношении возле скольки процентов баков вот такой мусор? Просто я что-то не гляну, везти. Ну, я думаю, процентов девяносто. Процентов девяносто. Вот следующее тоже. Потому что видно сразу, когда люди выносят, когда лежат ветки, капуста лежит, цветы лежат оборванные. Ну, это то, что люди могут у себя в частном секторе высушить его и сжечь. Ну, сжигать, наверное, нельзя, что? Ну, аккуратненько, может, и можно. Ну, вот едет наш автомобиль, который... А, это мусоровод. Да, вот еще. Это то, что убиралось в понедельник полностью все вывозило. То есть это улица в понедельник прошла чистоту? Да, это улица в понедельник вывозилась. Здесь уже стихийно. Тут же яма получается, чего? Да, вот уже цветы, мусор, все, все выносят сюда. Забивают... И через каждые, через каждые, грубо говоря, 10 метров, через каждые... Вот еще тоже. Каждые 10 метров вот такие вот кучи. Каждые 10 метров. Да. Ну, видно, что... Бода лежит под горбузами и все остальное. Это, наверное, на Монастырской возле каждой площадки баков... Возле каждого бака. Это все происходит. Это мы даже далеко не ходили. Далеко не ходили. Это то, что, грубо говоря, ну, просто у людей нету понятия. Если бы их штрафовали каждый день на тысячу гривен, на две, одного, второго поймали, они уже понимали, что, ну, как бы, надо это... Если есть, там, ну, можно что-то выбросить, там, мусорный бак, потому что влазит. А строительный мусор вообще его просто-напросто нельзя выбрасывать, потому что он застарет в гидравлике у грузовых автомобилей. И тогда получается то, что... И ломается гидравлика. Вот. Рвутся там шланги. И опять ремонт, это деньги, деньги, деньги. Ремонт, это деньги, деньги, деньги. А вторая ситуация, что... Этих денег панически всегда же не хватает на этот ремонт. Если бы это одна единица техники была, если у нас их 60-68 единиц техники, и каждую нужно обслужить, чтобы она каждое утро была на линии, потому что маршрут... Маршрут прервать, если они три раза в день выезжают, маршрут просто физически прервать нельзя, потому что если даже прервать маршрут на час или на два, мусор вовремя не вывезет, мусоровоз, то это уже будут полные баки, это уже будут пакеты с мусором стоять возле баков, то, что потом приходится вручную все загружать, убирать. Мы сейчас пробно посадили на каждый мусоровоз еще по одному, грубо говоря, уборщику, который убирает после того, как загрузились, и убирает площадку под мусорными баками. Результат всего немножко дало, то есть с помощью ЖЭКа, мы убираем с утра еще на протяжении 3-4 раз, в зависимости от загрузки отдельных районов. Немножко уже чище возле мусорных баков стало. Ну, свою же историю, конечно, преподносят бомжики, что копаются, роются, выбирают там, что-то, может быть, покушать, какую-то там, бутылочку, какую-то железячку, то есть они понятно, что роются, это все выбрасывают на пол, потом это, что им нужно собирать, остальное там бумажки, полиэтилен, это все остается на полу, ну, понятно, что-то разносится, что-то остается возле мусорных баков, ну, стараемся, стараемся по мере возможности, на что хватает сил, стараемся все это убирать. Машины во сколько выезжают на вывозку мусора? Машины выезжают на пол шестого, пол шестого машины, пол шестого в шесть выезжают, ну, проходят медосмотр и выезжают. Урны те, что собирают, выезжают в шесть пятнадцать, вот, по городу. И до скоки они в работе? Те, что урны собирают, они работают одиннадцать часов, то есть, получается, грубо говоря, там, шести пятнадцати, ну, до семи, где-то до полседьмого. Те, что ездят по вывозу этих стихийных, будем говорить, свалок, которые ездят возле мусорных баков, они выезжают все с восьми часов и до пяти часов, как обычно, восьмичасовой рабочий день. Бывает, если просим, если где-то что-то у нас, какая сверхъестественная перезагрузка, просим, чтобы там оставались, может, на час, на переработку. Без возмущения остается? Без возмущения. Коллектив нормальный, водителя нормальный, то есть, по просьбам остаются без этого. Получается, в две смены, да, те, кто мусор вывозят большими машинами? Да, да. Это двухсмены. Мусоровозы, последний мусоровоз заезжает, ну, у нас же есть еще районы, те, что мы обслуживаем. Районы, это ж в основном, мусорные баки у них не стоят, это объезд по улицам. То есть, конкретные места, как это было раньше. По времени? По времени, да. То есть, грубо говоря, последний мусоровоз заезжает где-то в 10 часов вечера на территорию КТП. А вот эти, где по времени, люди возмущаются, их это устраивает, не устраивает или никакой реакции? Ну, смотрите, некоторые ситуации были такие, что ставили мусорные баки, вот наш автомобиль тоже поехал, он груженный полностью. Угу. Да. Некоторые люди, как бы, ну, в основном, как, в основном, те, кто молодые, понятно, что проще стоят мусорные баки вынес. Другим, там, они говорят, что оно там воняет, там, или еще что-то. Ну, как бы, в городе возле каждого дома, там, на расстоянии метров 20 стоят мусорные баки, только, вот. А те, где есть поселковые, там, там, грибцы, у них тоже стоят, и вончинцы. И вончинцы, у них проблема. Там ставили мусорные баки, евроконтейнера ставили, вот, ну, как видите, потом их забрали, потому что их начали переворачивать, выбрасывать, начали людям что-то, начало людей не устраивать. Ну, как бы, мы же с головой поселкового комитета ведем, будем говорить так, переговоры по дальнейшей установке этих. Вам удобнее, чтобы баки были, да? Да, нам удобнее, во-первых, что у нас бывает такое, что мы, приезжая в тот же самый, там, какой-то поселковый комитет, мы в один сил, который мы собираем, вывозим районы, у нас бывает весь мусорный баки. Это дополнительные затраты, если машина возвращается второй раз, и второй раз загружается. Бывает такое, что он просто загрузился, уехал, и, допустим, две-три улицы он не смог вывезти, уже сразу утром есть жалобы, уже звонят диспетчеры, уже звонят на приемную. То есть, как бы, это тоже все зависит от людей. Это раз воруют баки? Ну, знаете, в последнее время, в последнее время, ну, за мою, как бы, пытность за эту, то, как бы, ничего такого не было. Было раньше, в основном, оцинкованные эти баки, они никому не нужны, а баки те, которые металлические, их практически уже не осталось. То есть, они там, их там стоит, может быть, десятая. А бывают такие случаи, что люди сами перемещают баки, ну, есть по карте у вас установленное место, они перемещают? Это практически бывает очень часто. Это район Воронина. Мусорные баки, мы же их не просто так устанавливаем, мусорные баки, это есть схема, которая погоджена местской радой, вот, архитектурой. Вот, то есть, где они стоят, ну, тоже, видно, мусор тут, что идет, грубо говоря, по нашей, еще вот тоже, все. Так, по минимуму, то, что мы проезжаем. А люди переставляют, люди иногда звонят, просят там, переставить эти мусорные баки. Ну, есть же схема, которая утверждена, и мы, как бы, ну, самовольно не можем там, не перенести баки, не добавить баки. То есть, количество баков, оно же рассчитывается на количество мешканцев, которые живут в этом районе. И, соответственно, объем. Есть специальные там формулы, по которым это все рассчитывается. То есть, мы произвольно просто его сами, не убрать, не переставить, мы не можем. Тоже, это после. Ну, это здесь будем надеяться, что они уберут, но тут я вижу. Лежит. Арбуза, даже, арбуза. Семент полный сели, все. Ну, кто-то хитрит. Это, сплошь, рядом. Тарас, а сколько стоит вывезти один бак, вот, на круг, если брать бензин, затратная часть? Ну, если брать вывоз одного бака, то он где-то получается, если евро контейнера, то он получается больше 100 гривен. Больше 100 гривен? То есть, это топливо, это то, что считается амортизацией, это зарплата водителя, зарплата грузчика. вот, то есть, как бы это... Наконец, я у вас хоть какую-то цифру выловил, Даня. Цифры, цифры, я же говорю, они, как бы, у нас они мизерные. у нас вывоз, то, что берется с человека, гривна 70, это самая минимальная оплата, которая есть на данный момент. Вот эти гривна 70, они стабильно приходят? Нет, это гривна 70, это в данный момент, это все платится в ЖО номер 2. Вот, ну, понятно, что... А ЖО номер 2 вам должен? А ЖО номер 2 должен нам. Ну, тогда наше население, поголовное, за это все не платит, то вы понимаете... странная фраза, вот, среди моих знакомых все платят, ну, по крайней мере, говорят, что платят. Платят те, которые все, те, которые там, пенсионеры, люди такие уже, ну, будем говорить, возраста уже... А как думаете, в процентном соотношении, сколько населения все-таки недобросовестно платят или не платят? Честно говоря, тяжело сказать, потому что это может только эту информацию дать, ЖО номер 2, а как бы нам со своей стороны это очень тяжело. У нас этих цифр нету, данных, сколько им должны мешканцы. Но это лучше ЖО 2, значит? Это лучше ЖО 2, да. У них более есть детальная информация о всем этом. Я думаю, более точно могут рассказать о той проблеме, которая у них есть. То есть, реально получается, вы выживаете в основном за счет средств, которые выделяет город, депутатский корпус? Часть своих заработанных, тех, что там у нас какие-то есть копейки, то, что мы получаем от организаций. Ну и, конечно, просим же дотацию, понятно, у города, так как без города, без помощи, помощи мэра, помощи ситуации все-таки поднятия тарифа? Да, выход из ситуации хотя бы как-то разгрузить городской бюджет, это поднять тариф, тариф реальный, обоснованный, то есть, это без всяких там этих прямовредителей. Но это цифра, о которой вы говорите, что в Кременчуге, да? Да, ну, у нас эта цифра будет меньше, как мы говорим. Меньше будет все-таки, да? эта цифра будет меньше, вот, ну, все будет, зависит от того, насколько наши... Ну, хотя бы в три раза надо поднимать, я так понимаю. Ну, ориентировочно где-то тариф в районе девяти гривен, девяти с копейками, что мы рассчитывали, вот, потому что, ну, с цифрами и с ценами на топливо, на солярку, на газ, на все остальное, вы же сами прекрасно понимаете, что, когда оно растет, а тариф не поднимается, то есть, ну, физически мы, как бы, ну, выживать реально не можем за свои деньги, потому что мы зарабатываем. что будет стоять урна, это мы пробные вставки поделали, чтобы облегчить работу, вот, вставка стоит, оцинкованная вставка. А, я понял. Да, оцинкованная вставка стоит. Это мы сделали, чтобы облегчить, это стоят они возле Робиногода, по центральным улицам, по красным линиям, чтобы меньше, когда идет дождь, меньше вытекало от этой... Грязи. Грязи, чтобы немножко чище было на остановках, вот, немножко уменьшить время уборки этой урны, когда приезжают мусорки, забирать это все, вот, ну, и немножко себе облегчить работу, и, конечно же, этим же самым сделать уборок немножко чище. Хоть, хоть немножечко. Редактор субтитров А.Семкин